Кто потерял туфельку? Нет, не Золушка. Эта деталь гардероба ни разу не была на ноге человека. Её создал 3D-принтер. Сегодня у нас в программе руководитель Рязанской робошколы Антон Маликов. Рязанской роботов Сам Антон имеет два высших образования, родился на Украине и после взрыва на Чернобыльской АЭС его семья переехала в город Кораблино Рязанской области. Я прожил в Кораблино до 17 лет, после чего переехал жить в Рязань, учиться в радиоуниверситете. Но в районе у нас не было практически никаких условий. Мы играли в палочки, верёвочки, какие-то пистолетики, машинки. Но кружки были только спортивные. Соответственно, я и занимался спортом. Всеми видами волейболом, футболом, баскетболом, всем, чем только можно. Тяжёлая атлетика, слегка. Школа с серебряной медалью, затем подготовительные курсы в ВУЗе и поступления. Одного балла не хватило, чтобы попасть на специальность информационной системы технологии. В итоге выбор пал на информационно-измерительные системы технологии. Добавилось одно слово, но специальности оказались совершенно разными. Вместо программистов – электроники, разработчики плат. Совсем другой мир. В начале-то я не знал этого. В афише об этом не было написано. Ну и так получилось, что всё равно у меня всё время были склонности к программированию. Ну и во время учёбы я всё время старался брать какие-то интересные задачи. Мне очень не хотелось сделать курсовые. И я всегда преподавателей спрашивал, а можно ли что-то ещё сделать? Может быть, какую-нибудь программу вам написать или методичку оформить? Но так получилось, что я практически не сдавал никаких курсовых. Спустя полтора года Антон решил взяться за второе высшее образование. Теперь по вечерам он отправлялся на графику. Изучение 3D-моделирования, проектирование, компьютерный дизайн. В результате диплом с отличием по этой специальности. Так получилось, что на четвёртом курсе зарождался коллектив «Аврора». И это делал мой преподаватель, в будущем мой руководитель, Станислав Голь. И, собственно, я даже не по объявлению пришёл, а это была очередная веха, когда надо было делать курсовой и не хотелось сделать. И он говорит, кто хочет, будет очень сложно, но не надо будет ничего писать. И я говорю, я. Конструкторское бюро «Аврора» сейчас занимается крупными проектами, в том числе созданием беспилотной техники, автобусов, тракторов, а также ведёт работу над разработкой энергосберегающих объектов, таких как катера на солнечных батареях. Когда я работал в «Авроре», была какая-то перспектива. Вот-вот, и мы станем богаты, выстрелят, и эта тема всем нужна. И я устал ждать. Так я чуть-чуть надорвался, и мы с супругой, как раз она из того же коллектива, она тоже была аспиранткой, решили, что надо бы чем-то отделиться. И так она зародилась в рабошколу. Это сейчас под началом Антона обучаются около полутысячи детей. Среди них есть два десятка девочек. А в декабре 2013-го было лишь желание, энергия и, видимо, силы, чтобы добиться результата. Нам было необходимо провести соревнования. Мы зачем-то так придумали, что нам нужно провести в феврале отборочное соревнование, чтобы повезти детей в Москву. Причем так получалось, что мы свои соревнования проводим, и буквально через две недели в Москву ребят везти. А у нас как бы ни клуба, ни детей, ни понимания, что делать, ни оборудования. Точнее, оно какое-то было непонятно какое. На первое занятие в рабошколу пришло 13 детей. Они откликнулись на объявления, которые инициативные выпускники радиоуниверситета оставили в близлежащих средних школах. Большую помощь оказал и сам вуз. Было выделено помещение для занятий. Меньше чем за месяц команда Антона подготовила своих учеников для соревнований в Москве. Когда с этим справились, дальше уже было понятно, что мы со всем справимся. К соревнованиям у нас уже было около 40 детей в кружке, которые участвовали. И после этого мы их подготовили и повезли к Москву. Ну, самых лучших из них, кто себя как-то показал. Ну, в Москве мы тоже были достойно представлены, причем даже не последние далеко, а ближе к началу списка, так скажем. Вот так с нуля оказывается все возможно. Сейчас помещение для занятий с детьми довольно большое. От технического моделирования роботов из готовых конструкторов и программирования их на определенные действия дети переходят к творческому этапу. Сами создают роботов по своим проектам. У них есть задача. Как ты себе представляешь робота, который на поверхности океана будет собирать мусор? Это гигантская проблема сейчас. Вот в океане плавают эти острова мусорные. И дети начинают фантазировать, как бы они это делали. Кто-то думает, как он сортировал бы этот мусор, кто бы как собирал, кто бы как отвозил. Может быть, сжигал. Ну, разные у них идеи, как они на себе видят. В коллективе находится время и для создания экспериментальных моделей. На устройствах можно изучать выработку статического электричества, производство напряжения. Тут музыкальная катушка. Она способна воспроизводить музыку с помощью молнии. Молния пробивает воздух, воздух колеблется и издает звук. Вот эти вот колебания. Разные частоты, и мы слышим музыку полифоническую. Это изобретение называется качер бровина. Напряжение тока здесь 35 тысяч вольт. Сила тока около 1 миллиампера. В обычной домашней розетке при напряжении 220 вольт. Сила тока 1 ампер. Как зажечь люминесцентную лампу? Нужно прийти в робошколу, поднести палец к току, и она зажжется в другой руке. Это безопасно для человека, но спустя время пальцы начинают болеть. Стоит сказать, что занятия для детей в робошколе платные. Однако со временем для многих они переходят на безвозмездную основу. Сейчас у нас 6 филиалов на данный момент. Будет 7 с февраля. Она не по всему городу. Это основной, где мы сейчас находимся, в радиоуниверситете, бизнес-инкубатор. Еще до школы Песочни. В центре города, в школе. В Канищево еще в одной школе. Открыли новый офис свой, уже личный. Не на базе каких-то заведений, а просто свой офис рядом с цирком. В бизнес-центре «Никольский». Антон говорит, что одним из важных направлений в образовании будущих робототехников является геймификация. Гораздо интереснее собрать игрушку самому, чем купить ее в магазине. Тем более это полезно. Кроме того, преподаватели робошколы вытаскивают детей из виртуальной реальности. Это подготовка к мероприятию для активной площадки танковый полигон. Здесь будет большая трасса, 3,6 на 9 метров. И можно будет устраивать бои танков 5 на 5 командами. Танки могут друг друга ранить. У них 4 жизни. Задача или вывести из строя всю команду противника, или захватить их базу. Здесь только макет. А в реальности за неделю до нового 2017 года и спустя неделю после в одном из крупных торговых центров появляется площадка, где эти макеты становятся прототипом популярной компьютерной игры, в которую происходят танковые сражения. Но это далеко не все. Там будет очень много разных активностей. 13 площадок. Можно будет самим полетать на квадрокоптере, поуправлять им на летном поле, поуправлять гоночными болидами. Будет танковый полигон очень крупный. Можно будет командами 5 на 5 человек сражаться, захватывать базу, побеждать. Очень много интересного. Приглашаем всех. Это новогодние праздники. Приобщайтесь к миру роботов. Вот так идет развитие робототехники. Заинтересовываются люди с самых ранних лет. А ведь у организаторов робошколы есть одна хорошая цель. Мы хотим вырасти до большой структуры, которая будет способна поддерживать эти коллективы. Выделять им бюджет, давать им базу производства, чтобы они делали свои стартапы, делали инновации. То, о чем так много говорят, редко где видно. Мы начали снизу эту всю историю. Вот такая концепция. Мы растим себе кадры. Мы растим юные дарования таланты, которые будут объединяться в команде и делать свои проекты. Если у них не получится, они всегда могут пойти на работу. И поскольку они будут специалисты с опытом, они будут весьма востребованы. Потому что эта проблема есть. Но это очень долгий проект. Это все на 20 лет вперед. Одновременно с такими начинаниями с самого нуля государство тоже обратило внимание на развитие этой отрасли. Сейчас ведется подготовка к созданию технопарка в здании бывшего кинотеатра «Дружба» в Рязани. Когда проект будет реализован, инициативные команды, работающие сейчас, будут взаимодействовать с государством для развития страны. Кстати, сейчас одним из обсуждаемых изобретений является создание интернет-вещей. Это когда холодильник, мультиварка, кофемашины и прочая техника работают автономно. А связующим звеном между ними как раз и должна стать робототехника. В следующей программе «Человек в городе» мы познакомим вас с Викой Тугаревой. В свои 8 лет она выступает в хоре, читает книги по 600 страниц одну за другой и рассуждает как взрослый человек. Возможно, это неудивительно, но ребенок живет с серьезной болезнью. Она хрустальная девочка. Редактор субтитров А.Семкин